Вслед за трудами Бориса Акунина на наличие экстремизма проверят и книги Захара Прилепина. С такой инициативой выступило молодежное движение «Новые люди». К слову, представитель движения «Земляки» и писатель из Нижнего Новгорода. Наш поздравитель Егор Погорелов попытался выяснить, что это за мода такая проверять популярных писателей на экстремизм. Егор? Добрый вечер, коллеги. О том, что книги Прилепина будут проверены на экстремизм, сообщил сам писатель в своем блоге в ЖЖ. Речь идет о книгах Саньки, с которой автор был номинирован на премию «Русский букер. Десятилетие» и книги «Черная обезьяна». В самом движении «Новые люди» уже успели пояснить, что вовсе не требовали запретить эти книги, ровно как и возбуждать что-либо в отношении Прилепина, а также не называли его экстремистом. На сайте организации поясняют, что организация проверяла детские библиотеки на наличие книг, официально признанных экстремистскими. По ходу посещения в разговоре с рядом библиотекарей возник вопрос о том, как могут сказаться на детском мировоззрении книги Прилепина «Санька» и «Черная обезьяна». Требуем проверить влияние книг на детское, подчеркнем, именно детское сознание, поясняют новые люди. Сам Захар Прилепин рассказал Дождю, как относятся к такой гражданской активности земляков, а также предположил, кому все это может быть нужно. Я не думаю, что это связано с Борисом Акуниным и не связано ни с Путином, ни с Акуниным, ни с чем это не связано. Это связано с конкретными молодыми нижгородскими ребятами, с не очень высоким уровнем интеллекта, которые, видимо, получают своего московского руководства, получают приказание, чтобы у них было больше акций, больше активности, больше экспрессии. Если это действительно инициатива не местных малолетних полудурков, а кого-то из московских, там, прокременских организаций, из команды Кеменок, если они просто через Нижний сделали такой заход, то это будет история совершенно другая. Они действительно могут решить вопрос с Миньюстом, потому что я думаю, что Кеменок очень влияет на человека. И все-таки, если Миньюст проведет серьезную проверку, возможно ли вариант того, что Роман и Прилепина приобретут статус экстремистских, и каковы тогда будут последствия? С этим вопросом я обратился к директору информационно-аналитического центра СОВА Александру Верховскому. Давайте послушаем. Обязательно будет рассмотрено, они отдадут куда-нибудь на экспертизу, и на этом, грубо говоря, может это дело, скорее всего, изогнуться. Опыт показывает, что было бы желание, но в данном случае, я думаю, желания не будет. Тем более, что уже один суд по текстам Прилепина и Лимонова заодно был, и они были не признаны экстремистскими. Библиотека, во-первых, она не уберется все равно, можно расстроить этих людей, потому что по закону о библиотеке, книги не могут быть изъяты из библиотеки, ни при каких обстоятельствах, если на них существует спрос. Ну а последний такой случай и подобный запрос по поводу книги «Весь мир театр» писателя Бориса Акунина. Тогда заявление написал осужденный на пожизненный срок неонацист Алексей Воеводин. В высказывании одного из героев книги о том, что русские не видят разницы между двумя сортами японской лоши, за лапши заключенный усмотрел проявление экстремизма. Ну а следственный комитет с ним не согласился. А по данным аналитического центра «Сова», на данный момент в списке официально признанных экстремистских материалов 979 пунктов. Это фильмы, книги, газетные статьи и интернет-сайты. Спасибо, Егор. Егор Погорелов о том, кто и зачем ищет в современной литературе признаки экстремизма.